Салам, ящеры! Выхожу на линию Яндекс.Такси. Сегодня увидите, сколько я заработаю за смену, поэтому досмотрите ролик до конца. Я новичок, отработал пару часов буквально, попробовал, как это, что. И сегодня вы со мной прокатитесь, посмотрите, какие клиенты, какие заказы, сколько платят за заказы, и за сколько часов я заработаю, сколько денег. Также покажу, сколько километров проехал. Поэтому досмотрите до конца, если понравилось, ставьте лайк. Если есть среди вас уже таксисты, пишите комменты, пишите, что вы думаете, о моих поездках. Погнали! Так, заходим в приложение Яндекс.Такси. Загружается. Время, кстати, 36 минут 10 утра. Сегодня с утреца поедем. Сегодня суббота. Важный момент. Одна причина, почему нет доступа. Сейчас посмотрим. Бывает, нужно пройти фотоконтроль машины, еще какие-то фотоконтроли, но об этом расскажу в других видео, если будет интересно. Вот сейчас нужно пройти проверку личности. Нажимаем пройти проверку личности. Должно быть хорошее освещение. Нажимаем сделать фотографию. Делаю фотографию, чтобы они понимали, что я это я. Фотографию сделали. Далее. Отправить. И все. И ждем там пару минут, пока обрабатывается. Данные отправились, пишет. Когда обработается, проверка личности. Вот меньше минут прошло. Все. Так, теперь выходим на линию. Нажимаем на линию. Заказываем установить проверку личности. Я ее уже прошел. Пройдено. Так, что ты хочешь от меня? Так, все тут наладилось. Просто бывает, что прога подглючивает, я так понимаю. Вот все, пишет. Я на линии. И ждем заказик. Вот уже 10 минут подачи. Дальняя подача. Такое я брать не буду. Нажимаю пропустить. Кстати, много раз пропускать нельзя, потому что вас заблокируют на час, на три часа могут заблокировать. Меня уже блокировали. 11 минут, опять дальняя подача. Че ж не пруха-то такая с утра. На дальняк ехать не хочется. Осиновая гора. Это очень далеко ехать. Это я знаю где пропустить. Я чувствую, меня сегодня заблокируют. Но дальняя подача это невыгодно ездить. Они, конечно, начисляют бонусы, но ехать далеко тоже не хочется. Это трата бензина. Бензин нужно экономить в такси, а иначе у вас ничего не получится. Кстати, не забывайте одевать маску. Пассажиры тоже должны быть в масках, но я считаю, это их выбор, потому что пассажира не заставишь. А вы обязательно должны быть в маске, потому что на вас могут пожаловаться. Одевай масочку и после этого только выезжай. Опять дальняя подача. Ну ладно, я приму, потому что меня могут заблокировать. Я уже многое отменил. Все, поехали. Так, я только начал выезжать, у меня заказ отменили. Видимо, для клиента очень долго было ждать. Ну что, ждем следующий заказ тогда. Опять заказ. 16 минут подачи, это очень далеко. Мне придется его опять пропустить. Чего же заказы-то такие сегодня длительные? Конечно, нельзя так много пропускать, это вообще. Но ехать 16 минут, это очень далеко. 15 минут на 6 километрах. Ладно, принимаем, пока не заблокировали. Поехали. Очень далекая подача оказалась. Мне еще ехать 5 минут. Отвезем клиента и посмотрим, сколько будет за этот заказ, смотря еще куда он едет. А еще сегодня снег, я не знаю, может быть погодные условия и может быть будет доплата, может быть нет. Не знаю, когда плохие погодные условия, то это влияет на заказы и расценка выше, соответственно. Подъехал на адрес. Так, нажимаем, что мы на месте. Ждем клиента. Поедем к демонстрации 22. И здесь написано безналичная оплата. Значит, на Яндекс будут деньги. Все, ждем клиента. Добрый день. Пойдем устраиваться? Да. Пожалуйста, на звоните. Так, заказик завершаем. Смотрим, сколько он нас вышел. Посмотреть новый заказ. Новый заказ мне не нужен. Завершить этот. Спасибо за поездку. 354 рубля за один заказ. Вообще неплохо, неплохо. Вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку. Так, клиент был в маске, он нет, но мы ставим, что в маске. Можно поставить оценку клиенту. Пропускаем. Я ставлю оценку клиенту, либо если он плохой был, то ставлю плохую оценку, либо если там очень хороший, ставлю хорошую. А если просто ни о чем, то ничего не ставлю. В общем, все. Вот, один заказ у нас выполнен. 364 рубля. Так, теперь едем дальше. Кстати, вот сейчас с мужиком разговаривали в дороге. Я особо все не снимал, чтобы лишней информации не было. А сегодня шли, короче, парни в шарфах ЦСКА. И сегодня к нам приезжает Спартак и ЦСКА играет. И какие-то улицы будут перекрыты в центре. Поэтому мне надо зайти в интернет, посмотреть, во сколько матч будет. Потому что будут перекрыты улицы, будет много метов. И работать по тем улицам, по крайней мере, ездить вообще не вариант будет. Так, новый заказ. Принимаем 5 минут, километр ехать. Поехали. Заканчиваю заказ. 22 минуты в пути был. Долгий заказ был. Сейчас посмотрим, что там по деньгам. 172 рубля. О, я огорчен. Если честно, я думал, тут рублей 300 будет. Очень долгий заказ и всего лишь такая сумма. Да. Ну, нормальные подсвуки были. Ставим, что в маске. Оценку не ставим. Вот, два заказа 491 рубль уже. Так. Ну что, двигаемся дальше. Жду, жду заказ. Уже один пришел, но это дальняя поездка была. А город полностью уже стоит. Сегодня суббота, все равно пробки. Сейчас, наверное, еще один заказик возьму. Вот он как раз пришел. Так, берем заказик. И, наверное, потом я простой сделаю небольшой, потому что город стал. Поехали. Это уже будет четвертый заказ. Я его сделаю, надеюсь, нормально. И поеду, наверное, пообеду или что-то. В общем, сделаю перерыв, потому что город сейчас очень плотно стоит. И я не особо смысл вижу работать по таким пробкам. Так, ребятки, на 313 рублей заказ вышел. Мужику пятерочку поставил. Нормальный мужик такой. Так, 782 рубля у меня уже на счету. Какая-то вот сейчас вез. У него китайцы, разговорили с ним джип этот Саньонг. 60 тысяч пробега, сцепление, все кончилось. Он говорит, я иногда буксую, на рыбалку езжу. Ну, 60 тысяч, и все. Говорит, еду сцепление менять новое с коробочкой сцепление. Так, ребятульки. В общем, все-таки я решил на сегодня закончить, потому что вечером оказывается футбол. Сейчас пробки, центр уже перекрывает, и ездить невозможно становится. Поэтому сейчас подведем итоги. За пару заказов посмотрим, сколько я проехал километров, сколько было клиентов, и сколько денег я заработал. В принципе, заказы льются постоянно, поэтому вот это, что я сейчас скажу, можно по времени увеличить на 2, и примерно по стоимости также увеличить на 2. Ну что, смотрим. Так, смотрите, заработал я сегодня 743 рубля. Заходим, смотрим. Заказы 849 рублей, это то, что я полностью заработал. Плюс комиссия Яндекса, 105 рублей. Чистыми получилось 743. Отсюда вычитаете, естественно, еще бензин. Пробег у меня был 22 километра, я проехал. Это общий баланс у меня еще вчера работал, поэтому это не смотрите. На работу я выехал примерно в 10 было, сейчас время 12. Вот за 2 часа сделал 4 заказа чистыми на 700 рублей. То есть за 2 часа 700 рублей. И то я пропускал заказы, можно сделать и больше. В общем, 1000 за 2 часа, это вполне себе возможно. 4 часа 2000. То есть, если взять рабочий день полностью 8-часовой, то примерно 1006 можно заработать. В общем, друзья, показал свой рабочий день, я еще не эксперт, я отработал до этого пару часов только, и сейчас я еще новичок, поэтому вот как мог отработал. Делайте выводы сами, пишите комментарии. Если интересно, расскажу дальше про комиссии, про то, как устроиться на работу Яндекс, потому что просто так вы не устроитесь, как раньше это было в такси. Сейчас вы будете платить налоги, самозанятые. Вот я сейчас самозанятый. В общем, если какие-то вопросы у вас есть ко мне, пишите комментарии, соберем, суммируем и выпустим отдельный влог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.